Нобелевский лауреат Кнут Гамсон Действительно, исполняется 150 лет, исполняется 4 августа, но все мероприятия начинаются официально и в Норвегии 19 февраля, в день смерти Гамсона. Надо сказать, что юбилейный год расколол общество Норвегии, потому что вновь вспыхнули разговоры о том, был ли нацистом Гамсон, не был, надо ли праздновать, не надо праздновать. Но, тем не менее, торжества пройдут очень пышные. 19 февраля все открывается премьерой спектакля по мотивам повести Гамсона «Голод» и спектакля «Улица Гамсона», или иногда его переводят сейчас как «Улица Гамсона», сделанная по мотивам произведения писателя. Этот спектакль планируется провести по всей Норвегии, затем, возможно, он будет привезен и в другие страны Европы и Восточной Европы, тоже, может быть, даже в Россию. Что же касается 19 февраля, то после открытия года и после представления «Улиц Гамсона» планируются уличные празднества, или, как написано в одной из статей Вафтенпостен, в крупнейшей газете, праздничные безобразия. Когда будет шествие по улицам, крестьяне, так раньше называли осло, где будут останавливаться около тех мест, которые были Гамсоном описаны в его произведениях, и где будет принимать участие королева Соня. Вероятно, в самом шествии она принимать участие не будет, потому что не подобает этой королеве принимать участие в безобразиях. А в открытии примет участие. Надо сказать, что год патронирует кронпринцесса Метта Марит. Это та самая принцесса, из-за которой норвежское общество раскололось пополам. На ней женился кронпринц. 80% была за то, чтобы этот брак состоялся. Она из простой семьи. Да и, по-моему, девочка у неё, дочка уже была, да, от первого брака. Вторая часть, наоборот, была против. Дебаты были во всех газетах. Это так? Действительно так. Причём, вы знаете, в королевской семье это происходит уже во второй раз, потому что королева Соня, которую норвежское общество сейчас боготворит, в своё время тоже очень долгое время не могла получить разрешение королевской семьи на то, чтобы выйти замуж за нынешнего короля. Потому что она хотя была из очень богатой семьи, но не королевского рода. И тогда влюблённой паре пришлось ждать очень долго, и, наконец, было получено разрешение. Пара сочеталась. И вот теперь, через много-много лет, история повторилась. Но на этот раз повторилась с удивительным поворотом, потому что Метта Марит – девушка из простой семьи. И у неё был не очень благонадёжный, как сказали бы в России, муж и ребёнок от первого брака. Тем не менее, они живут сейчас с Кронпринцем, и у них есть ещё одна девочка. Вернее, у Метта Марит – это второй ребёнок, а у Кронпринца – первый. Такие вот удивительные совершенно истории норвежского общества, как ни странно, действительно тоже было расколото этой историей, совсем как сейчас расколото юбилеем Гамсона. Часть за, часть против. А какие мотивы, чем руководствуются, когда речь идёт о человеке, родившемся 150 лет назад? Что, никакой реабилитации Гамсон не претерпел? Не случилось? Вы знаете, реабилитацию, конечно, претерпел. Так казалось до недавнего времени. Но всё дело в том, что, как только было объявлено о том, что юбилейный гонт будет праздноваться широко, во всех газетах, в интернете, на радио, по телевидению стали происходить дебаты. Был ли Гамсон нацистом? Не был. И насколько творчество отделено от политических взглядов? Естественно, поскольку ни у кого не возникает сомнения, что у ряд Нобелевской премии всё-таки гений, и классик не только норвежской, но и мировой литературы, конечно, праздновать его год надо. Но, например, часть театров отказалась от празднования. При этом главный режиссёр одного из крепнейших театров из Странхейма сказал, что они не будут ставить ни о Гамсу, ни пьесу, ни никакую из пьес Гамсу, потому что он считает, что это принять участие в политических действиях. Он против этого. И очень интересная статья вышла в газете «Автонпостон» в самом конце января, где пишется, что по сравнению с празднованием юбилея Ипсона выделено на Гамсу в несколько раз меньше денег. При этом не удалось найти ни одного частного спонсора, потому что люди считают, что нельзя давать деньги на юбилей всё-таки, как они считают, нацистского преступника. При этом, что удивительно, вот уже полгода, ни много ни мало, по всей стране каждый божий день выходит пять-шесть статей, посвящённых Гамсу, его творчеству, его книгам и разным случаям, которые были в его жизни. Для нас это, конечно, совершенно невероятно, потому что будет праздноваться в этом году 200-летие юбилея Гоголя, и мы не видим ничего подобного в нашей стране. А в маленькой Норвегии, вероятно, это происходит потому, и сами норвежцы об этом тоже пишут, что маленькая нация, которая получила самостоятельность совсем недавно, чуть больше ста лет назад, конечно, для них вопрос национального самосознания стоит очень широко. И кроме того, тут ещё безусловную роль играет личность самого Гамсуна. Он никогда не хотел делать то, что от него требовало общество. Он всегда говорил, что у него есть собственные взгляды, собственные убеждения, и он никогда не будет им изменять. Получилось, что, и об этом тоже написано много статей, что норвежское общество, особенно старшее поколение, стало относиться к нему по принципу «тот, кто не с нами, тот против нас». Отказали писателю вправе на собственное мнение. При этом, как хорошо известно, нет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что писатель действительно был нацистом. Он сочувствовал германцам, сочувствовал немцам. Делал очень много, но он делал не меньше для того, чтобы спасти своих соотечественников во время войны. И, конечно, больной, старый, глухой человек, перенесший несколько инсультов, вряд ли мог до конца принимать участие в политической жизни, тем более, что всё из той же, наверное, убеждённости и внутреннем упрямстве, которое, безусловно, тоже присутствовало в его характере. Он никогда не хотел читать запрещённых газет, и читал только разрешённые, в которых, безусловно, об ужасах войны, об ужасах нацистского режима ничего не было сказано. Этот беспокойный Гамсон, 150-летие со дня его рождения, автор первой русской биографии Нобелевского ряда Наталья Будор в «Непрошедшем времени» на «Эхо Москвы». Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru Самое удивительное, что любой исследователь, естественно, очень заинтересован получить отклики из первых уст. И норвежская пресса сейчас даёт эту возможность. Все газеты, естественно, немедленно развещают свои статьи в интернете. И что самое удивительное, я уже сказала, что 5-6 статей каждый день. И на каждую статью пишут люди, причём старшего возраста, пишут пространные отзывы. Люди более молодого возраста, более сдержанные, они не пережили оккупацию. Надо сказать, что 40-летние уже в некоторой степени дистанцируются от точки зрения своих родителей и считают, что, конечно, надо отделять произведение Гамсуна от его убеждений, тем более, что убеждения, как уже все признали, тоже весьма спорные, скажем так. И можно ли говорить, что он был приверженцем идей нацизма, тоже большой вопрос. Может быть, он просто склонялся в ту сторону. И, вы знаете, я совершенно неожиданно наткнулась на один отзыв норвежки. Судя по всему, не очень молодой, но в среднем возрасте. И вот, что она пишет 22 января. «Кое-кто в Норвегии возражает против праздниц в честь Гамсуна и называет его нацистом. Он действительно был про германские настрои, но он был единственным, кто посмел возразить Гитлеру в лицо. В своей речи на суде Гамсун сказал, «К тем, кто нынче надо мной торжествует, потому что одержали победу, но победу мнимую, кажущуюся. К ним во время войны не приходили, как ко мне, целые семьи, начиная от простых и качая представителями высшего общества. Не приходили плачущие люди и не просили меня помочь им. И я действительно помогал. Когда я сидел и писал по мере сил и возможностей, оправлял день и ночь телеграммы, я, оказывается, предавал Родину. Я, оказывается, предатель Родины. Пусть будет так. Вот только я себя таковым не считал, и таковым себя не чувствую. И поэтому совесть моя чиста». И женщина, приведя этот отрывок из речи Гамсуни на суде, пишет, «Гамсун помог в воспождении многих людей. Только связь Гамсуна с немцами помогла ему спасти человеческие жизни, хотя с мнением спасаемых им людей он был совершенно не согласен. Гамсун был осужден за свои убеждения. Он считал безумным посылать молодых людей на войну в 1940 году, потому что вооруженные сил Норвегии практически не было. Мобилизация была проведена за несколько дней до оккупации Норвегии и Германии. Ему не нравилось, что его соотечественники рискуют собственными и чужими жизнями в нелегальных операциях. Норвежцы так безобразно отнеслись к Гамсуну после войны, что нам, пожалуй, не стоит отказываться от мысли, что он нацист. Слишком поздно просить прощения». Добавить мне тут, кажется, нечего, потому что это как крик души норвежского народа. И что самое удивительное, если дискуссия до этой дамы была очень оживленная, то после ее отзыва не было уже больше никаких записей, потому что возразить ей действительно очень сложно. Почему состоялся суд и почему Гамсон ездил и встречался с Гитлером? Гамсон всегда любил Норвегию и обожал Германию, потому что он считал, что именно Германия обеспечит Норвегии, как он выражался, достойное место за столом переговоров в свободном мире. Он был прогерманский настроен, потому что, как известно, Гитлер видел в нордических народах и культуре своих прародителей, и отсюда выводил свою теорию, и Гамсону это не могло не льстить. Все дело в том, что в то время таких, как Гамсон, было очень много. Мы знаем, что многие деятели культуры поддерживали саму идеологию. И кроме того, что сыграло немаловажную роль, именно Германия первой признала Гамсону его произведение. Он всегда об этом говорил и писал, что только Германия и Россия всегда с самого начала, с первого выхода его книг, были странами, которые его поддержали и которые его любили. Это действительно так. Когда пришел к власти Гитлер и Муссолини тоже, он поддержал не только Гитлера, он же начал с того, что поддержал Муссолини, Гамсон увидел в них сильную личность, так и им обожаемого Ницше. И он считал, что это те люди, которые действительно обеспечат, как он считал, процветание его родной Норвегии. Собственно говоря, о своих убеждениях он сказал как раз в речи на суде, и он сказал, что «я всегда любил Германию, никогда не собирался от этого отказываться, и я считал, что только с Германией противоположность Англии, Норвегии может быть свободна и счастлива». Англию Гамсон просто ненавидел. Ненавидел с самого детства. Этому тоже есть определенные основания, потому что Норвегия экономически была зависима от Англии, и Англия никогда не была заинтересована в экономическом развитии Норвегии. Вот таковы причины любви Гамсуна к Германии. И личного плана, как мы понимаем, для художника немаловажного, и чисто национального, как у патриота, который любит свою страну. Когда началась война, Гамсон уже был весьма преклонного возраста. Ему было за 80. Он был глухой практически. Разговаривать с ним можно было только, когда человек кричал ему в ухо. У него очень ослабло зрение. При этом он хорошо себя чувствовал физически и был вполне силен для того, чтобы ездить, предпринимать какие-то поездки. Много гулял, но ничего не писал практически. И вот в этой обстановке Гамсон стал выступать за то, чтобы норвежцы поддержали Германию. Оправдать его, конечно, невозможно. Но он сам говорил, что он не нуждается в оправдании и в объяснениях. Он говорил, что я такой, какой я есть. Он так считал. И при всём при этом, и даже самые злейшие его враги и критики признают, Гамсон очень много сделал для спасения своих соотечественников из концентрационных лагерей. Вместе со своим сыном и женой он был у тербовена, главы норвежского правительства, и просил его освободить. Надо сказать, что немцев он раздражал своими бесконечными просьбами. Они к нему не прислушивались. И это тоже признают исследователи. Они считали, что есть Гамсон, автор книг, которые обожают в Германии. Каких, например, книг, которые обожали немцы? Обожали прежде всего Пана и Викторию. И тоже есть воспоминания о том, что во время войны немецкие солдаты-офицеры приходили в Норхольма, в дом Гамсона, который до сих пор принадлежит семье Гамсона, с книгами, с просьбами подписать. По этому поводу, как ни странно, до сих пор тоже идут споры. Никто никогда не видел, чтобы Гамсон сам спускался со второго этажа, где он работал, и подписывал книги немцам. Поэтому это даёт возможность некоторым исследователям творчества писателя сделать вывод, что книги за него подписывала его жена Мария. И это действительно возможно, потому что ещё до войны Гамсон передал ей ведение всей переписки. И она умела не подделывать в данной ситуации, это вряд ли возможно употребить слово, а оставить его подпись. Поэтому очень может быть, что именно Мария и подписывала часть этих книг, хотя, безусловно, писателю было очень приятно, что он пользуется такой популярностью у немецких солдат. Надо сказать, что после войны, когда Гамсон после суда вернулся в свою усадьбу, его соотечественники проходили и бросали ему через забор книги. И, конечно, для писателя это было ужасным горем. Тем не менее, он сумел всё-таки это пережить, написать своё произведение по заросшим тропинкам и доказать всем свою правоту. И уж тем более доказать, что диагноз слабоумия, который был поставлен ему психиатром, Лангфельдам совершенно неверен. Но, собственно говоря, об этом говорили с самого начала. А под суд Гамсона попал сразу после войны, потому что его обвинили в пособничестве нацистам. Хотя, как уже говорилось, он действительно спас очень много людей. Он вызволил многих евреев и помог им бежать в Швецию. Например, знаменитая история с немецким журналистом Максом Тау. И когда после войны, уже совсем недавно, в конце прошлого века проводились исследования на предмет расизма, в творческих Гамсона, не нашлось ни одного произведения, ни одного письма, где он бы высказывался против евреев. Поэтому совершенно невозможно обвинить его в антисемитизме. Если абстрагироваться от обвинений и того, что мы слышим, действительно никаких доказательств, как бы мы сказали, вещественных нет. Всё идёт на уровне убеждений, причём и на уровне трактовок. Причём какие-то слова можно трактовать так, а какие-то иначе. И именно из-за трактовок и возникает обвинение писателя в нацизме. Потому что на самом деле он был просто про-германский настроен. Потому что когда состоялась встреча Гитлера и Гамсона, она закончилась плачевно. Потому что Гамсон не поддался обаянию Гитлера. Закончилось тем, что они начали кричать друг на друга. И Гитлер просто приказал выгнать этого безумного старика. К счастью, присутствовал человек, который выродил немецким и норвежским. И он смог оставить запись их последней беседы. Поэтому мы точно знаем, что Гамсон никаких словословий не пел. И никаких хвалибных гимнов не исполнял в честь Гитлера. А наоборот требовал, чтобы из Норвегии убрали тербовена. Чтобы прекратилась оккупация. И когда Гамсон обвиняют в том, что он знал о существовании лагерей, не знал он, конечно. И ошибка исследователей в том, что они не верят в то, что Гамсон писал уже после войны. Когда говорил, что мне просто неоткуда было это знать. И у нас есть свидетельство госпожи Сигарет Стрей, его адвоката. Которая была яро-антифашисткой. Сама сидела в Грине в лагере для антифашистов под Осло. И она как раз пишет, что когда я во время войны общалась с Гамсоном, я понимала, как малая информация до него доходила. Он действительно был отрезан от внешнего мира. И именно госпожа Стрей после войны поддерживала Гамсона. Именно она помогла ему добиться издания по заросшим тропинкам, которые не хотели издавать. Мы говорили, что норвежцы бросали книги через ограду в усадьбе. Это правда. Но с другой стороны, был спрос на его книги. И когда было издано в 1949 году по заросшим тропинкам первым тиражом, тираж 5000, колоссальный тираж для Норвегии, разлетелся мгновенно. Был сразу переведен в Швеции, в Германии. И до сих пор это одна из самых продаваемых книг. Никогда не скажешь, что написано почти 90-летним писателем. Так что же нас ждет в год Гамсона? В год Гамсона нас ждут всевозможные торжества. 19-го – начало. После этого практически каждую неделю в каждом городе Норвегии будет происходить какое-то мероприятие. Но опять все очень непросто. Потому что к году Гамсона Гримстад, неподалеку от которого расположена усадьба Нюрхольма Гамсона, жители Гримстада поняли, что у них нет ни улицы, ни площади, названной именем писателя. И несколько месяцев шли дебаты, стоит ли называть хоть какую-нибудь улицу в честь великого писателя. И вот под конец 21 января, с 3-го или 4-го захода, при голосовании 4 голоса против 2, было решено переименовать центральную площадь Гримстада перед библиотекой, в которой происходил суд на Гамсоном, в площадь Гамсона. Там будет установлен еще и бюст писателя. А библиотека в ближайшем будущем будет превращена в библиотеку Гамсона. Шла речь о том, чтобы переименовать знаменитый шоссе Е-18 в Е-18 Гамсон, потому что оно как раз проходит мимо усадьбы. Но на это не пошли члены культурного совета. Но, тем не менее, в Гримстаде уже есть площадь Гамсона. Это большое дело. Будут происходить всевозможные театральные все-таки фестивали и мероприятия. Готовится специальный спектакль, посвященный жене Кнута, Марии Гамсон, актрисе и писателю. Очень трагичная во многом фигура. Сломленная во многом своим мужем, оторванная от театральных подмостков. Всю жизнь страстно его любившая и не менее страстно ревновавшая. Ее жизнь – это отдельный авантюрный роман. Она оставила нам тоже свои воспоминания о Гамсоне. Тем не менее, театральная постановка, которая уже готовится и будет показана в феврале, она сделана по ее четырем мнимым письмам. Когда она влюбилась в Гамсона, когда она жила с Гамсоном, это как бы четыре письма Кнуту. Когда она была помещена в тюрьму и последнее письмо, когда он ее пригласил вернуться. Ведь там еще есть невероятный сюжет о том, как Мария Гамсон была отлучена от своего мужа, потому что профессор Лангфельд обманом заставил ее рассказать об интимных подробностях, об интимной жизни. Потом эти подробности были опубликованы, то есть была нарушена клятва Гиппократа и тайна молчания врачебного. И Мария, конечно, была сломлена. А Кнут не смог ей этого простить. И долгое время они жили раздельно. И только в конце жизни уже, конечно, речь идет о последних восьми годах жизни. Вот пять из них, они были разлучены. Последние три года они были вместе, потому что Кнут позвал Марию к себе. Об этом прекрасно написано в ее книге «Под сенью золотого дождя». Невозможно читать где-то с улыбкой, с иронией, а последние страницы просто со слезами на глазах. А что еще планируется в год Гамсуна? В год Гамсуна все того же 19 февраля откроется очень интересная выставка в Национальной библиотеке. Все дело в том, что Национальная библиотека является куратором года Гамсуна. И к 19 февраля они подготовили совершенно вероятную по экспонатам экспозицию, посвященную Гамсуну и необычным изданиям. И называется она тоже очень неожиданно. КО-БО-А-А. Такое вот странное слово. Это слово взятое из романа «Голод», хотя на самом деле «Голод» совсем не роман, а сам писатель просил называть его книгой, потому что романом его, конечно, не назовешь. Там нету никакого сюжета. А в основном это метафизические переживания. Так вот, это слово КО-БО-А-АО, оно выступает с точки зрения Национальной библиотеки как символ мечты Гамсуна о создании нового языка и новой литературы. Там будут уже ранее экспонировавшиеся рукописи, и будет то, что является неким эксклюзивом Национальной библиотеке. Все дело в том, что Гамсон был очень бережлив. Это у него остатки, можно сказать, отголоски тяжелого детства. Он ничего никогда не выбрасывал. Ни одной четвертушки бумаги, старых календарей. И эти старые календари будут выставлены как раз на этой выставке в Национальной библиотеке. 7 февраля по 1 января состоится тоже в Осло выставка живописи Ван де Хриимс по мотивам творчества Гамсуна. Вообще выставок будет очень много. И иллюстраторов современных Гамсуна, и даже норвежцы сделали реанимацию старого немого фильма «Плоды земли». Это фильм 1922 года. 19 февраля в магазине «Библиоглобус» официально откроется год Гамсуна в России. Презентации книги о нем Наталья Будор. Выступлением дипломатов и скандинавистов, научных сотрудников и членов музыкального общества «Григо». Звукорежиссера Вера Кузнецова и Алексей Нарышкин, а я Майя Пешкова. Программа «Непрошедшее время».